Это не съемка блокбастера, а обычные трудовые будни спасателей. Несколько лет в Северском районе успешно функционирует муниципальный аварийно-спасательный отряд. Создан он для проведения поисковых, аварийно-спасательных и других видов неотложных работ. Днем и ночью, на суше и на воде они спасают человеческие жизни. В отряде работает 20 профессиональных аттестованных спасателей. Все обучены работам в замкнутом пространстве, работам на высоте, работам с гидравликой. Есть спасатели, которые имеют статус альпинист России. Каждый из спасателей имеет не менее трех дополнительных специальностей. Юлия Ерохина – единственная женщина в отряде. Кроме того, она занимает пост заместителя начальника. Признается, что оказалась здесь по воле случая, но потом уже никуда не захотела уходить. На вопрос, что так зацепило в этой работе, дает определенный ответ. Все. Я очень люблю свою работу. Мне нравится все. У нас замечательный коллектив. Подобрались очень душевные, профессиональные люди, контактные, коммуникабельные. Я не знаю, наверное, это идеальный коллектив на самом деле. Работа, которая приносит пользу, но она не может не нравиться. Старшие смены сегодня Сергей Дейнега. По возвращении на базу первым делом заполняется служебная документация. В журнал вносится время выезда, точный адрес, время убытия и возврата. Вечером все данные передаются в Краснодар. Сергей перешел сюда из другого подразделения МЧС. Был командиром отделения пожарной части. Говорит, что здесь больше движения, чувствую жизнь. Но зачастую приходится сталкиваться и со смертью. Как бы тут случайных нет в спасателях. В любом случае все это борют. Кто как бы не справляется с этим, я думаю, он тут и не держится долго. Начиная с 2023 года, материально-техническая база отряда благодаря районной администрации значительно возросла. Пополнена новой техникой и оборудованием. Появился у спасателей и новый спецавтомобиль на базе «Соболь». Обещают подарить еще один. В минувшем году получили два новеньких квадроцикла российского производства. Они существенно облегчают работу, например, при поисках потерявшихся в лесу людей. Вячеслав Нестоцкий – один из самых опытных спасателей отряда. За рулем квадроцикла чувствует себя так же уверенно, как и во всем остальном. В арсенале спасателей, кажется, есть все необходимое на разные случаи жизни. Ранцы для тушения ландшафтных пожаров. Моторная лодка, сапоги-заброды и гидрокостюм для операций на воде. В последний раз его использовали во время поисков пропавшего мужчины в станице Крепостной. Его автомобиль смыло водой во время речного паводка. Спустя месяц активных поисков. Дело обнаружили. К сожалению, трагедии спасатели видят часто. Большое количество вызовов приходится на аварии. Людей порой приходится вырезать из машин при помощи специальных инструментов. Такие, гидравлические, весят так много, что их и поднять тяжело, не говоря о том, как использовать в процессе работы. Но спасателю нужны не только сила и выносливость, но и умение работать ювелирно. У женщины нога попала в канализационную трубу, в железную канализационную трубу. То есть надо было раздолбить пол, вырезать кусок этой трубы. Она у нее, то есть она была одета прямо на ноге у нее эта труба. И вот ей сначала долбили пол, выпиливали эту трубу вместе с... Ну, то есть, ну, то есть, ну, а потом уже, когда ее вытащили оттуда, вот на ней распилить кусок трубы, который одет, плотно одет на ноге, ну, тоже не повредив ногу, у нас профессионалы. Бывают и курьезные случаи. Молодой парень и девушка, ну, решили пошутить, обручиться. Ну, и парень делал себе кольцо на руку. Только не кольцо, а подшипник. Ну, подшипник, да, подшипник за место кольца. Парень за такой степень распутал, пришлось срезать, ну, долго, трудно, ну, все хорошо обошлось. Вообще спасатели занимаются совершенно разной работой. Порой дело приходится иметь и с животными. На счету у отряда большое количество спасенных хвостатых. В теплый сезон много звонков и от перепуганных жителей района. В дома частенько заползают змеи. Выловленных отвозят подальше от населенных пунктов. Все гуманно. Спасатели признаются, что проследить динамику вызовов вообще очень трудно. Порой полный аврал. А во время ЧАЭС вызывают даже резервную смену. Но бывает и затишье, когда можно выпить чаю, пообщаться с коллегами или обслужить какой-нибудь инструмент, необходимый в работе. Заступают на смену на сутки с 9.00 до 9.00 утра следующего дня. В отсутствие вызовов ночью можно отдохнуть. Есть здесь и учебный класс для повторения теории. Работать в спасотряд приходят совершенно разные люди, имеющие, казалось бы, абсолютно далекие специальности. Но всех объединяет одно – желание помогать. Это работа для души. Тем не менее, не каждый сможет быть спасателем. Хоть специального образования для этого не требуется, однако нужно соответствовать определенным параметрам и требованиям. При желании здесь всему обучат. Само обучение длится почти месяц. Потом суровая аттестация. В хорошей физической форме обязательно. Потому что, когда приходится искать потерявшихся грибников, десятки километров проходят. Если их приходится выносить, эти десятки километров, ну, нести по лесу, по пересеченной местности человека, который может весить и 100 килограмм. Но даже если вы успешно прошли все тесты и были приняты в Братство спасателей, на протяжении работы периодически придется подтверждать свой статус. Каждые три года отряд проходит аттестацию. Это довольно такое мероприятие. Там теория, обязательно теория, билеты, обязательно бег, бег на скорость, на выносливость, силовые упражнения. Сила, выносливость и, конечно, большое доброе сердце. Всех этих людей, независимо от возраста, полое образование, объединяет благородная профессия. Они те, кто ежедневно рискует жизнью ради спасения других. Редактор субтитров А.Семкин